Эта девушка придумала свою авторскую технологию, а вот ты, Жанна, просто завидишь. Девушка осветлялась просто тазиком блондекса, водой и бальзам несколько дней подряд. Что же стало с волосами спустя время? Девочки и мальчики, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна, я немножко приболела, поэтому не надо, пожалуйста, писать комментарии. А что у тебя с голосом? Около недели назад я вам писала видео, где девушка осветляется тазиком блондекса 5 дней подряд. И на выходе у нее хорошие, шикарные и неиспорченные волосы. Это видео попало в рекомендации к очень многим подписчикам. Оно вызвало вообще просто огромный резонанс. Девушка осветлялась просто тазиком блондекса, водой и бальзам несколько дней подряд. Потом она осветляла свои волосы гарниером, потом тонировала палетом и на выходе у нее шикарные длинные волосы, которые не отвалились. Так вот, что же стало с волосами спустя время? И поскольку это видео получило большой резонанс на моем канале, я хотела бы зачитать комментарии некоторых людей, потому что многие просто теряются в догадке. Не верю, что после таких процедур ничего с волосами не случится. Я думаю, это какая-то махинация. На 100% покрасилась где-то у специалиста, а родик сняла для затравочки. Ну или чтобы все красивые подружки испортили свои кудры. Очевидно, что здесь что-то не так. Ровное окрашивание без пятен и полос не получится. Просто макая голову в тазик, это дело рук профессионала. И явно не всеми этими средствами, которые были продемонстрированы. Вообще, когда я увидела это видео, впервые меня тоже повергло в шок. Как так? Столько блондекса, столько пачек палета и гарниера на высоком проценте оксида, а волосам все ни о чем. Но потом вышло следующее видео, которое расставило все на свои места. Поэтому, если вы ждали продолжения истории про тазик с блондексом, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь, включите колокольчик, для того, чтобы вы обязательно получали уведомления. И давайте смотреть. Итак, сегодняшняя наша экзекуция над волосами называется «Самое щадящее обесцвечивание дома». А вот авторы методики тазика-эфтаназика с блондексом. Кстати, некоторые девчонки, поскольку первое видео, да, автора канала, оно достаточно, но существует на ютубе, там, первом видео, три или четыре года, они написали, что не выходили по этой методике из темного в блонд, и волосы отваливались. Поэтому давайте смотреть. Вот отросли мои корни, я не буду заморачиваться, я весь состав с бальзамом для волос, с разведенной вот этой своей, по своей технологии, краской, я наношу от начала до конца. Концы предварительно в оливковом масле. Сколько? 15 сантиметров концов, все полностью у меня в оливковом масле, девочки. Вот так обильно, жирненько, они у меня промазаны. Чтобы не жечь, краска возьмется прекрасно, а волосы не сожгутся в вашей конце. И волосы я разделила на 6 одинаковых частей, да, что было, какие были, добрые резиночки, такими и замоталась. Все, сейчас я буду краситься одномоментно, еще раз говорю, что вместе с корнями только вот эти концы не мажу. Концы я намажу в конце, примерно за 15 минут до конца всего общего времени выдержки. Какой классный канал! С самых первых минут у нас есть уже что обозревать. Если нам нужно осветить корни в домашних условиях, мы ни в коем случае не мажем корни и длину. Одновременно, потому что незачем осветлять уже и без того светлую длину. Если учитывать, что там до этого был тазик с блондексом, мне просто становится страшно за эти волосы. Ну и, конечно же, по классике жанра наших экономных домашних красоток, оливковое масло на кончике. Вместо того, чтобы не наносить на осветленные волосы, она решила наносить, но предварительно смазав все это оливковым маслом. Чувствую, что некоторым продуктам из холодильника сегодня не поздоровится. Вот так в конце у меня все в масле. Вот такой цвет. Вот. Хочу еще белее девушки. Опять показываю я свое окрашивание. Вот у меня все лежит на столе. Краска у меня вот такая. Е0 Деколорант от Гарнир. Обесвечивание до 6 тонн. Что я делаю, чтобы не сжечь свои волосы? Вот рассказываю. Все вот эти баночки, которые был оксид. Вот эти вот оксидные баночки. Вот, проявляющие молочко. Здесь примерно в стандарт идет 9%. Но вот, как правило, да, все налила сюда. Все три пачки. У меня здесь, кстати, три пачки. Вот, имеется в виду, на мои длинные волосы до поясницы три пачки. Три вот этих баночки здесь. Сейчас я буду выдавливать вот этот Е0 Деколорант. Да, все три упаковки. Вот у меня все три упаковки. Я их только что вскрыла. Сейчас буду выдавливать здесь. Здесь у меня, девочки, уже подготовленный, разбавленный бальзам для волос. Бальзам для волос. Вот видите, от такого большого стакана. Да, стакан Макдак. Развела вот, ну, почти полстакана, видно, да, воды. Вода тепленькая. Сколько я лила. Даже обычное осветление корней не обходится у автора этого канала без своей методики. То есть, даже корни нужно осветлять в тазу гарниера с водичкой. Мне кажется, что она даже борщ так готовит. Но, если серьезно, то краску, которую выбрала девушка, это линейка гарниера. На мой взгляд, она вот, ну, что гарниер, что балет. Это просто те же яйца, только в профиль. У нас в маркетпродуктах, у них же нет порошков. Вместо порошков для суперосветления, как бы, пользователям в домашних условиях предлагается вот такая вот краска, которая, краска смешивается с порошком и сверху заправляется 9 или 12% окислей. Вообще, жуткая смесь, которой я не рекомендую никому осветляться. Я когда жила в общежитии, у нас несколько девочек осветлялось этой краской. В итоге, у них волосы стояли вот так вот, колом, и выглядели они, как перекати-поле. Поэтому, это очень жесткая краска. И вообще, в целом, вот эта идея формулы, когда нужно краску смешать с порошком, она достаточно устаревшая. Лила бальзам, бальзам, девочки, я лила на глаз, на глаз, но побольше, да, примерно. Ну, вот такая вот горсочка бальзама у меня была. Я сразу туда стакан наливала, тщательно размешала. Почему я делаю это отдельно в стакане? Чтобы потом легко вот это и вот это легко размешалось. Все, сейчас я это все мешаю. Вот это все добавляю. Да, это все я развожу как по инструкции, чтобы вы поняли. Вот эту краску, корнир, развожу по инструкции. Только сюда я добавлю еще вот это. И все, поняли, да? Все, сейчас буду смешивать, покажу дальше, что есть. Я не представляю, как этот метод вообще мог прийти в голову. Но в целом, если смотреть на это не на как треш видео, а на как действия какого-либо человека, то я могу сказать, что добавление воды или бальзама, оно замедляет химическую реакцию. И вместе с тем, возможно, на какой-то короткой дистанции девчонкам покажется, что это может быть что-то более щадящее. Или если волосы девушки не отпали в предыдущем видео из Бондекса, значит и у меня так можно. Нужно понимать, что есть такая вещь, как генетика. У кого-то хорошие зубы, у кого-то фигура хорошая, у кого-то волосы, которые можно по 5-6 раз осветлять, им вообще ничего не будет. Но, девочки, уверяю вас, таких людей просто единицы. Даже крепкие волосы сегодня не выдержали, и вы сами в этом убедитесь. Все высыпала, да, все тюбики смешала. Да, вот у меня там тюбик краски, порошок. Сейчас буду все перемешивать. Чтобы вы понимали, это уже, девочки, не смывка. Это у меня полноценное окрашивание, только очень бережно, и волосы прям будут изумительные. Даже не попортятся. Говорю как эксперт, который делает, и уже в который раз моя авторская методика сама придумала технологию супер, поэтому я в ней так уверена, волосы вы не попортите, потому что я сюда сейчас наливаю бальзам для волос с водичкой. И все так же перемешаю. Если в прошлый раз у нас был убийственный тазик блондекса, то сегодня у нас ночная чаша с краской гарниер, которая, кстати, стоит вообще неприлично дешево, девочка. Если бы все так было просто, можно было дома, знаете, взять тазик, просто какое-то ведро, положить туда большое количество красок, окунуть туда голову, то никто бы не ходил к парикмахерам и колористам, все бы тренировались дома тоненькой, и у всех был бы блондопопы. Но, к сожалению, к моему большому разочарованию, это не так. И давайте посмотрим, что за экзекуцию для своих волос сегодня приготовили. Вот, наливаю, видите, наливаю. Так, размешиваем дальше. Все, теперь надо размешать до однородной консистенции и вперед. Вот, я уже полностью все перемешала. Ну, практически, вот сейчас все домешаю прям капельку. Смотрите, волосы в этой жижице, да, должны прям искупаться, поэтому она, видите, какая жиденькая, жиденькая такая, прям как жидкая сметанка. Вот такая консистенция должна получиться. Изумительно, все мягко, ровно наносится. И самое, что главное, очень быстро, очень быстро, да, сейчас мы вот этой кисточкой будем красить, да, попрядим. Все время нанесения, ну, займет, не знаю, минут, наверное, 15-20 буквально, хотя у меня волосы до поясницы, время займет мало, да, за счет того, что очень жидкая консистенция. Как вы видите, консистенция получилась такая вот очень жиденькая, да. То есть я сейчас все еще раз перемешаю очень тщательно. Я сняла свое украшение. Все перемешаем. И все, мы вперед. За счет того, что консистенция очень жидкая, все окрашивание, да, все волосы до поясницы окрасятся очень быстро, примерно за 15 минут, ну, во время нанесения. То есть очень быстро вы нанесете краску на волосы. Ну что, девочки, сидим, красимся, сидим, красимся. Чувствуете, наверное, шорох, слышите, точнее, шорох от перчаток. Достаточно логически подумать и понять, что у фонов осветления у нас всего существует 10. По американской теории, и в целом, с которой я больше согласна, да, чем с нашей отечественной, существует 11-12 фонов осветления. На 11-12 фоне осветления ваши волосы превращаются в трупы кальмарчиков, которым можно было бы закусить пивко теплым летним деньком, но они на вашей голове. Если по этой технологии постоянно брать, наносить осветляющую краску, да, потому что то, что нанесла девушка, это краска гарнир, это осветляющая краска, в какой-то момент из ее там желтенькой девяточки наступит десятка, потом 11 фон осветления, а потом 12, и волосы, к сожалению, покинут. Чат навсегда, и потом можно будет смело гуглить, как восстановить волосы и отрастить их быстро. Говорить о том, что не стоит брать дешевую краску в надежде, а то и получить какой-то приличный блонд, да, потому что сейчас на рынке такое количество, ну, профессиональных продуктов, такое изобилие информации на ютубе, даже на моем канале, да, или на канале каких-то других парикмахеров, ну, просто бери, выбирая под свой бюджет. Более того, многие девчонки, знаете, покупают 100-500 каких-то ненужных помад, теней из масс-маркета, лучше на самом деле один раз купить хорошую профессиональную краску, вот даже та же Вэлла или Матрикс, которую я очень сильно люблю, но типа она стоит около тысячи, или там, да, если с гривен перевожу, но это около тысячи рублей краска, хорошая, качественная, которую, ну, при экономном каком-то использовании на два месяца вам хватит, это намного лучше, вот, да, у меня очень часто пишут, а что нам делать, а что нам делать, короче, краски такие дорогие девочки, ну, вы покупаете кучу другого дерьма каждый месяц, какие-то ненужные средства для макияжа, честно говоря, лучше один раз покрасить волосы качественно, да, и подобрать краску, ну, то есть, как бы, если для вас Вэлла дорогая, ну, вот, есть, как бы, более бюджетный Матрикс, есть нюк, есть хорошие итальянские краски, у меня есть обзор, но они вообще доступны, они по цене какой-нибудь, я не знаю, туши или палетки из масс-маркета, и уверены в том, что у вас волосы не отпадут, вы быть уверены в качестве этого продукта, и что вы не останетесь потом просто с лысым скальпом, вам потом к этому лысому скальпу не придется приклеивать паричок с Алиэкспресса, или ждать, пока придет накладка на волосы из Китая, да, а до этого ходить в косынки, ну, девочки, нужно расставлять какие-то приоритеты в жизни, и, мне кажется, качественная краска для волос, тем более в наше время, в век, когда можно и заказать по почте, и найти что-то, и вообще интернет-магазины по почте доставляют у всех любых городах, ну, столько вариантов, ну, я вас умоляю, просто, ну, не пользуйтесь ни гарниерами, ни съезами, ни прочим дерьмом, потому что, ну, ничего хорошего не будет. Ну что, ребят, я вся покрасилась, осталось только покрасить концы, которые предварительно у меня намазаны оливковым маслом, вот эти 15 сантиметров концов. Сейчас жду буквально 10 минут, когда возьмется в основную часть волос, и потом перейду кончиком, накрашу кончики еще буквально минут на 10-15, и пойду смывать. Это жесть, посмотрите, она вот просто сантиметров 10-15 от корней, да, которые темные, которые только нужно было точно осветить, уже бог с ним, не покупайте вы, ненавидите вы эти профессиональные краски, но даже если вы берете этот масс-маркет, ну, чтобы у вас все к чертям не подпадало, ну, только корни темные закрасьте, вот как у меня, да, вот так вот, точечно, не нужно протягивать это все блин на длину. Ну, что, девчонки, прошло пару дней, как я обесцветила волосы, это была не смывка, это именно обесцвечивание было, да, у меня голова грязная, как вы видите, уже тоже прошло вот сколько дня, 3-4, я не мыла голову, единственное, что я сделала, я сделала капельку-капельку чуть-чуть тоника серебристого, вот такой цвет у меня получился. Как видите, получился довольно однотонный, такой ровный тон, вот то, что внутри, хороший, равномерный такой оттенок, и сейчас, что я буду делать, я сейчас вымою голову просто шампунем, без бальзама, да, потому что у меня тут все в бальзаме, все в питательных масках, это надо бы сейчас все смыть и сделать тонировку на влажные волосы, сейчас покажу, чем я буду тонироваться. Вот этот оттенок, который получился, это выглядит как стандартный фон осветления, да, то есть это волосы осветленные, но не затонированные, в целом, если даже такую жижу наносить на волосы, которые в хорошем состоянии, ну, за один раз ничего не будет, но я говорю об опасности использования бытовых красок на будущее, если вы один раз делаете, два, три, но у вас не будет здоровых и длинных волос. Показываю, чем я буду тонироваться в Эллы Иллюмина, сейчас покажу, какие оттенки, так, это у меня вот такой цвет, 1069, это у меня тоже 1069, два таких и одна вот такая, чтобы вы понимали, вот эти два цвета, это с фиолетовым потоном, то есть это пепельные оттенки, пепельные. Вот это слегка розовый блонд, такой он слегка розоватый и бежевый, да, поэтому я смешаю вот это все вместе, разведение идет один к двум, поэтому, как видите, у меня 6 оксида, 1,9, на влажные волосы, и все будет тщательно расчесывать расческой. Тут что-то с нашей героиней случилось, ее будто бы подменили, то есть осылялась она до этого блондексом, да, красилась гарниером осветляющей серии, но тут у нас внезапно что-то на богатом, Вэлла иллюмина, в целом Вэлла иллюмина хорошая краска, и почему, кстати, в чем вообще феномен, да, иллюмина? Есть одна особенность, при всем моей любви к краскам от бренда Вэлла, ходит такая легенда, ну не легенда, это полуправда, в общем, девчонки, которые долгое время пользуются исключительно иллюмина, которые тонируют блонд по длине, очень многих людей спустя там 7-8 месяцев начинается очень сильное выпадение волос и обламывание их по длине, но самое страшное, это выпадение, есть такие отзывы в интернете, есть очень много отзывов про иллюмина на iRecommend, с одной звездочкой, более того, у меня была знакомая парикмахер, которая себя красила, клиента красила иллюмина, и потом она заметила эту историю у себя, потому что у клиентов там отпадало, то такое, вы сами понимаете, да, мастер думал, ну это типа придусь и мастер испортил, я лично иллюмина не крашу себя, вот опасаясь всей этой истории, вообще, знаете, я стараюсь избегать всех тех красок, которых красок, порошков, всяких опасных жестких продуктов, и вот такую ампулу купила, ну говорят, очень хорошая, посмотрим, это жидкий какой-то шелк, ее можно добавлять именно в окрашивание, сейчас буду все делать, и покажу вам, какой результат, собственно, получится, запоминаем цвета, ну что, девчонки, все ли я готова, поехали, открыла ампулу, конечно, неудобно все самой делать, но приходится. Вот, кстати, кадры для тех, которые говорили, но эта девушка придумала свою авторскую технологию, а вот ты, Жанна, просто завидишь длинным, хорошим волосам, когда себя снимаешь вот так, особенно на айфон, вообще все айфон очень классные инструменты, очень облагораживает и нежность, и волосы, и так далее, но сейчас вот мы увидели издалека состояние волос, и точнее то, что от них осталось, во-первых, мне кажется, они укоротили сантиметров на 10, как минимум, во-вторых, я еще на первых кадрах заметила, что есть где-то немножко отпавшие пряди. В целом, ну, наверное, при переходе в домашних условиях и странного там в лоб, это допустимые какие-то потери, но, девочки, это абсолютно не то же качество, которое было на первых видео, где вот такое вот гладкое, тяжелое полотно длинных красивых волос. То, что мы сейчас видим, это, ну, типичные волосы после домашнего осветления какой-то дешевенькой краской, да, то есть видим очень-очень пористые концы, при том, что пористость это не есть натуральная структура этой девушки, то есть эти концы, они, ну, искусственным путем стали пористыми, да, в результате некачественного осветления. Ну, и очевидно, да, что волосы себя не очень хорошо чувствуют. Девушка завязала волосы, мы видим, блин, от той густоты, которая была, от того количества волос, ну, половина осталась, посмотрите. Ну, вот даже по вот этому вот объему этого хвоста. А многие гадали и думали, ну, блин, блондекс как бы бесследно прошел. Ни фига, девочки. Да, моя история, понимаете, не бывает каких-то чудес и исключений. Если после первых раз волосы не упали, не отпали, они будут отпадать, потом в течение долгого месяца вы будете идти за вами шлиф из маленьких беленьких кусочков волос. Что я делаю? Лью сначала весь оксид. Лью весь оксид. Все баночки оксиды льем. Краску потом. Сначала помою голову. Помните, да? Просто шампунем от бальзама и масок. А потом добавлю сюда эту краску. Ну что, я вымыла волосы шампунем. Теперь добавляю все три краски вот сюда. Да, там у меня уже оксид. и вот эта ампула с каким-то жидким шелком. Сейчас будем добавлять. Видела, у девушки просто склонность к каким-то тазам, ведрам и круглым конструкциям. То ведро блондекса, то тазик палета. Сегодня у нас огромная миска с гарниером и следом тонировка с элиминой тоже в миске. Напишите, пожалуйста, как можно называть это явление. Так, все, все три краски у меня здесь. Теперь я буду сейчас все размешивать. Тщательно размешаю и буду быстро-быстро-быстро наносить все на влажный, на влажный волос. Все, сейчас быстро-быстро-быстро буду наносить смесь на влажные волосы. Если получится, сниму, как эта смесь выглядит на волосах и потом покажу вам результат уже в конце. Смотрите, какая байда с краской получилась. Посмотрите, три ведра волос там можно покраить. Но в целом, девушка права, что нужно брать, конечно, побольше краски, тем более, если вы делаете это в домашних условиях. Конечно, на длинный волос одного тюбика краски не хватит. Но давайте посмотрим, будет ли претерпевать тонировка изменения в виде водички с бальзамчиком. Так. Вот, собственно, как-то так. вот так я крашу сама. Красотка согласна. Там обязательно принято в дужку. В общем, вот такой уже оттенок вырисовывается. Так вот, конечно, краска водичи, водичи прям убьет в нос, но ничего не поделаешь. у меня здесь вот уже остатки. Вот такие крашусь. Голову встанет. Девочки, посмотрите просто на это движение еще раз. Просто взяла и надела на себя эту стеклянную миску после краски на голову. Это очень смешно. что краска схватилась и вот этот запах, про который говорит девушка вала алюмина это аммиачная краска. Несмотря на то, что очень многие мастерлисты не используют алюмина для тонировки, потому что она очень хорошо перекрывает желтинку, но эта краска аммиачная и в целом она не очень предназначена для тонирования. Алюмина больше подходит для цветовых коррекций, когда у клиентов в целом фон осветления окей, но вот именно цвет нужно максимально скорректировать, сделать холоднее или теплее илюмина классно в этом случае работает. Волосы хорошо, очень жирно, жирно так пропитаны и корни, и вся длина. Я уже на сколько смогла и на сколько расчистала, но все уже. Собственно, сейчас только буду массировать, вот так. Наскарочки еще домазала туда вовнутрь. Очень многие при осветлении или при окрашивании волос в домашних условиях они пытаются всячески прочесать краску, а на самом деле не нужно этого делать, потому что современные формулы краски, они уже такой или гелевой, или такой более жидкой консистенции, они сами по себе очень классно распределяются, почему нельзя вообще при обесцвечивании или при тонировании очень длинных волос прочесывать волосы, потому что кутикла волосы у вас открыта и расческа вы просто счесываете кутикулярный слой волос. однотонно, потому что каждую прядочку расчесываю, знаете, девочки, все волосы вывернете, поэтому лучше просто мазать жирно-жирно, волосы просто должны купаться в краске, ну, в тонирующей, да, в краске. Все, трю, движения должны быть как раз-таки вот такие, потому что такие движения втирают волосы краску, хорошо, когда вот так не вотрете, вот так лучше. Боже, она трет свои волосы как будто это старые какие-то поношенные носки, ни в коем случае мы при обесцвечивании, при тонировании мы вот так вот не трем волосы, потому что опять же катикулярный слой это нежелательно и краску нужно носить маленькими порциями, да, как мы маленькими тоненькими слайсами такими, вот, или широкой большой кистью, но ни в коем случае не тереть, не втирать, так только делать в домашних условиях, если в парикмахерской вашей стилист так делается, знайте, он завидует вашей красоте и молодости. Ну что, девочки, время окрашивания подходит к концу, такой цвет у меня получился, конечного цвета, поэтому показываю сейчас, я спала, как видите, сгуде на голове, но блеск и все остальное, ну вот просто шикарно. Посмотрите, прикольный цвет на самом деле получился, дело в том, что вэллоэллюмина, она имеет максимально цветокорректирующие способности из всей линейки вэлло и она очень классно нейтрализует желтизну, рыжину, вот эти все нюансы, и очень часто алюмина любят вот тонировать балаяж, амбре и так далее, потому что, если даже где-то есть перепад в фоне осветления, все равно вот алюмина, вот да, хорошая качественная краска, она это сглаживает, этого не видно, оттенок мне очень-очень нравится, но девочки, мне кажется, вот посмотрите, все-таки, на мой взгляд, девушке было лучше брюнеткой, когда она была брюнеткой, она так ярко выглядела, так очень свежо, в блонде, безусловно, тоже и хорошо, но если мы смотрим на качество волос, то, во-первых, когда она была брюнеткой, было, мне кажется, ну, как минимум, на процентов 50 или 40 больше, во-вторых, видно по длине, небольшие, обломанные пряди, у меня вот как бы на общее ощущение, что волос стало меньше, напишите, пожалуйста, у меня одно такое ощущение, или нет? Эти корни у меня чуть-чуть рыженькие, почему так получилось, потому что я их окрашивала, да, и они были чуть-чуть темнее, желтые, да, чем вот здесь, но ничего страшного, я просто в следующий раз, когда буду краситься, да, корни, я просто их закрашу сразу пепельной краской, я могу... Мне кажется, реально волос стало меньше, некоторые пряди пообломались, девушка с августа 21 года не выпускала видео, вполне возможно, что... Очень хотелось бы, конечно, апдейта на сегодняшний день, но вполне возможно, что волосы просто не выдержали, вот это вот, каждые 2-3 недели краситься гарниером, да, или волосы, или кожей головы, и они просто устали, и отпали. Смотрится вот такой цвет, как видите, он такой нежнятина-нежнятина, такой пепельный, жемчужный оттенок, все-таки я не прогадала, что взяла 2 пачки с фиолетовым потоном, и одну с бежево-розовым потоном, да, вот такое вот продолжение этой истории, напишите, пожалуйста, видите ли вы разницу по густоте волос, когда они были в темном цвете, да, девушка только начинала выходить из темного, и в блонде, но я опять же, это тот случай, когда при красивом лице, при красивой внешности, ну, как бы подходит любой оттенок, но мне больше нравилось, когда она была брюнеткой, мне кажется, так более ярче было. Мальчики, мальчики, теперь у меня есть Boosty, это сервис, на котором вы сможете поддержать меня, и на мое творчество, и там есть разные виды подписок, от самой минимальной, 200 рублей, до максимальной, которая позволяет участвовать в закрытых трансляциях, в самой стримах, в общем, подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty, и вот это моя благодарность всем подписчикам, которые подписались на меня за эту неделю, и если вы также хотите оказаться в их списке, пожалуйста, подписывайтесь на меня, на Boosty, теперь я выражаю благодарность в конце каждого видео. Пишите, что вы думаете об этом таинственном методе с тазиком Блондекса, буду ждать ваших комментариев, мне уже к концу видео голос сел, всем пока!